Антропометрику Многие стали отмечать, что стал держать руки повыше Хабибуллин Дмитрий. Бывает, грешит он немножко низковато держит руки, но вот сейчас он как бы после сбора в Таиланде начал больше держать выше руки. Очень опасно два удара в колено он сейчас пропустил. Да, воспользовался. Видно, что Евгений Никитин неплохо работает в клинче. Умение работать в клинче очень важно на ближней дистанции. Абсолютно верно, да. Вот здесь очень важно, мне кажется, именно физически посильнее Евгений. И тут Дмитрию нужно навязать свою манеру ведения поединка и не принимать много на себя ненужных ударов. Что касается Хабибуллина, вообще на какой дистанции, на твой взгляд, Тимур, он лучше всего себя чувствует? Достаточно неплохо он чувствует себя на дальней и средней дистанции, но вот здесь будет очень играть роль скорость, насколько будет позволять соперник ему. Обычно очень часто в своих поединках Хабибуллин Дмитрий превосходит своих соперников в росте, и поэтому он может работать большое количество с передней руки на дистанции, но здесь рост примерно одинаковый, мы видим. Поэтому насколько он сможет реализовать сегодня свою переднюю руку, вот это будет вопрос. Для меня, по крайней мере, это такой вот сейчас вопрос будет. Идет вперед Евгений Никитин, так, скорее обозначая удары, нежели подключая. Первый раунд, нет такого пока высокого темпа, но это нормальная разведка. Да, я думаю, бойцы сейчас втянутся примерно и включат свой такой план на бой, каждый из них. Ну вот, видимо, вот сейчас пропустил. Пропустил Дмитрий, да, мне показалось так. Попал Евгений Никитин. Но пока больше одиночными не серийно работают бойцы. Да, мы видели в предыдущем поединке прекрасную серийную работу. Вот здесь, ребята, да, вот колено, вот связочка на ногах от Дмитрия Хабибулина, обоюдные типы. Ох, как опасно коленом, да. Ох, какое колено от Никитина сейчас прилетело. В лучших традициях бойцов UFC, я бы сказал. Да, 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 очень опасный удар коленом, и не только UFC, К1 очень активно пользуется этими ударами. И, смотрите, опять подключает колено, и хороший левый боковой от Евгения Никитина. Нельзя, нельзя, Дмитрий, много столько ударов принимать на себя. Весовая категория очень серьезная, и бьют здесь очень тяжело. Но он немножко застаивается, на мой взгляд. Да, и вот тот момент, который по скорости как раз был для меня вопросом, вот сейчас выходит на первый план. Да, снова мы видели колено. И очень плотно, и неприятно попал его здесь Никитин. И джеб сейчас очень неприятно от Евгения Никитина прилетел. И, смотрите, так болтануло даже немножечко Дмитрия Хадебина. Пока, пока ничего не может так очень достаточно серьезно противопоставить Дмитрий своему сопернику. На мой взгляд, не может он нейтрализовать его мощь. Мощь, которая обладает, мне кажется, Никитин. Да, на мой взгляд, чуть-чуть получше все же в первом раунде был Евгений. Больше точных попаданий, на мой взгляд. Ну, возможно, Дмитрий, учитывая то, что ты говорил, что у него неплохая скорость, действительно, как-то уже побыстрее действует. Ну, не всегда Дмитрий работает вот так, на той скорости, на которой он может, заставляя себя работать на предельной скорости. И, наверное, это, на мой взгляд, такая ошибка с его стороны. Но есть время, есть время в перерыве между раундами. Наверняка люди в углу Дмитрия Хадебулина опытные. Да, я думаю, сейчас делают определенные подсказки. Что касается Евгения Никитина, то, в принципе, у него все получается. То, что он задумывал. Жесткие удары, несколько раз он хорошо поймал Хадебулина. Насколько хорошо держит Дмитрий, кстати говоря? Такой вопрос. Ну, у Дмитрия очень большое количество поединков по любителям по тайскому боксу. Также у Дмитрия есть, кстати, поединок против Артема Левина. Он на чемпионате России. Это показатель. Да, один из тех бойцов, который не побоялся выйти в ринг. Потому что по любителям Артем Левин настолько доминировал в свое время, что многие просто ребята не выходили с ним в ринг, отказывались и снимались до боя. Но вот Дмитрий вышел на этот поединок и провел его достойно. И заработал определенный опыт, конечно же. Вот сейчас опять попал справа Евгений Никитин. Мне кажется, немножко больше надо выбрасывать ударов Дмитрия, заставляя больше работать соперника. Но ему нужно сбивать атаки. Да, и вот эти длительные паузы, конечно, ни к чему. Снова опять опасно забросил колено Евгений. Чего-то ждет, Дмитрий. Чего ждет? Ну, сконтрить пока не получается, потому что все удары Никитин видит. И смотрите, сам здесь блок, но можно было сконтрить сейчас Хабибюль, но не попало. Много слишком моментов отдает Дмитрий, на мой взгляд. Пережидает, да. Пережидает, да. Дает работать Никитину. Опять опасные размены. И вот, мне кажется, тут попал сейчас Евгений. Да, да, Никитин пока лучше во втором раунде смотрится. Нужно что-то делать, Хабибюль. Ну вот, да, и накатить бы еще. Очень тяжелый сейчас удар лоу-кик наносит Евгений. Подсечка. А темп устраивает Никитина. Темп Никитина абсолютно устраивает. Да, да. В те моменты, когда он планирует начать атаку, он свободно работает. Когда нет, соперник не оказывает на него большого давления. Вот, да, по скорости как бы не может пока включиться Хабибуллин и преподнести какой-то сюрприз Евгению Никитину. Пожалуйста, хочешь вперед пойти? Иди, говорит Никитин своему сопернику. Подходит к канатам, встает у канатов. Немножко, я бы сказал, пока затянут, затянут Хабибуллин. Да, нет той скорости, которую вот хотелось бы от него видеть. Ну, может быть, как раз-таки то, что оба бойца равны по габаритам, по антропометрике, по росту, да, это тоже влияет? Да, конечно. Ну вот, лоу-кик от Хабибуллина. Ну и тут же ответная атака от Евгения. Пока, кстати, пока экономно работают оба. Второй раунд, оба бойца так прощупали друг друга, я думаю, готовятся. Хороший лоу-кик сейчас от Дмитрия. Отвечает левым боковым, правым боковым, простите, на встречу Евгения Никитина. Вот здесь надо показать Дмитрию, что у него есть возможность, что есть у него характер для того, чтобы переломить ход поединка. Вот сейчас хорошо встретил Никитина джебом Хабибуллина, но одного удара будет маловато. Все же. Вот неплохо встречает сейчас Дмитрий, но нету продолжения этой атаки. Да. Ну, нужно добавлять в серийности, на мой взгляд. Вот сейчас так откровенно полетел Никитин, но можно было бы пытаться его встретить. Два раунда позади. Посмотрим. Третий раунд решающий. Ну, в первую очередь, наверное, для Дмитрия Хабибуллина. Ждем, ждем. Ждем. Продолжение следует... Ну что, финальный раунд в этом поединке. Ох, как опасно сейчас пропускает тип. Ногой Дмитрий, в голову причем. Да, и тут чиркнул еще бэкфистом. Евгений Никитин, боец в синих перчатках. Тяжелый удар. А вот и контратаку. Хороший был момент у Дмитрия. Да, но чуть-чуть. Но он, мне кажется, так может быть где-то на удачу выбросил руку. Понял, что попал, но... Была попытка продолжить коленом атакой, но защитился, да, вовремя. Никитин. Ну хорошо, начинается третий раунд. Дмитрию нужно больше-больше работать, если он хочет выиграть. Что касается Евгения Никитина, пожалуйста. Евгений Никитин прекрасно знает, что ему нужно делать в ринге. Короткий клинч. Нужно просыпаться Дмитрию Хабибулину, так уже, если откровенно говорить. Ну да, ему нужно этот раунд забирать, забирать и забирать очень существенно. Естественно, другого мнения по этому поводу Евгений Никитин. Вот, посмотрите, немножко так функционально тоже снизил темп Евгений Никитин. И есть шансы у Дмитрия, мне кажется. Но больше здесь надо работать. Нужно накатывать. Но опять-таки, насколько физически Дмитрий Хабибулин... Да, это мы сейчас со стороны судим. А опять же, мы не понимаем, каким ресурсом в данный момент функциональным обладает тот боец. Есть ли у него сила еще включиться? Пропустил до этого колено Дмитрий. Тут не достал бэкфиста Евгений. Вот здесь мне показалось так опасно. Чиркнул локтем Дмитрий. Но говорит, что не было. Это был удар вскользь. Вот, смотрите, подсел, подсел функционально сейчас, конечно же. Никитин. Да, Женя. И тут надо работать Диме уже. Вот это как раз то, чего надо было добиваться Дмитрию с первых раундов. Закатывать высокий темп, больше работать. Потому что по функциональной мощи он... Именно по мощи он уступает сопернику. Попадает сейчас. Но вот сейчас мы взорваться. Хабибулину. Да, и заметьте так, к концу третьего раунда уже не так уверенно смотрится Евгений Никитин. Чувствуется, что да, функционально. Ну, он физически сильный боец. Вкладывался в каждый удар. И поэтому, возможно, да, это сказалось. Вот сейчас Дмитрию надо очень так ярко забирать концовку третьего раунда. Но вот возможно, кстати, Никитин сейчас на самую концовку готовит силы. Это тоже нельзя исключать. Ну, уже 26... Около 20 секунд остается. И это почти и есть самая концовка. На самую-самую концовку. Хорошая атака Дмитрия снова. Нужно добавлять. Попадает. Хорошо попадает Дмитрий Хабибуллин. Как опасно. Сейчас бил коленом в прыжке Евгений. Теряет капу. Капа у Евгения. Это капа Евгения. Да, при этом бил Евгений сам. В самом конце он попал справа. Обычно бывает, что вылетает капа у того, в кого попадает. Бывает на выдохе такой концовка. Такой очень поединок. И я думаю, что это, наверное, один из тех боев, которые бы судьи могли дать экстра раунд. Но не будем забегать далеко вперед. Ну, я думаю, что посмотрим, что решат судьи. Посмотрим, что решат судьи. Я ничего говорить не буду в этот раз. Мы знаем, что по формуле Firefight есть возможность экстра раунда. И дают судьи иногда в некоторых случаях такой момент. Но будет ли он сейчас? А будет, похоже. Ну, смотрим. Секунданты и того, и другого бойца, конечно, понимают, что бой был очень близким. Но судя по всему, что на середину не зовут. По крайней мере, оба съели отдыхать и правильно делают. Потому что неизвестно, какое решение примут судьи. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, собственно, коллега о чем-то и говорил, экстра-раунд. Ну, да, тут не надо было быть семи пядей в аубу, для того, чтобы предсказать действительно первые два раунда, возможно, скорее всего, первый раунд забрал действительно Никитин, но потом второй раунд, возможно, могли отдать и туда, и сюда, но третий раунд по концовке Хабибуллин Дмитрий забрал, показал характер, показал, что может переломить поединок, и сейчас экстра-раунд. Абсолютно с тобой согласен, коллега. Ну, что ж, экстра-раунд, теперь уже физические кондиции выходят на первый план. Да, но это... Ну, возможно, сейчас немножко сумел за ту паузу восстановиться, все равно такой отдых был у Никитина, и посмотрим. Ну, и Дмитрию надо сейчас включаться по полной, надо работать так же, как он работал в третьем раунде. Пошел вперед Никитин, попал справа. Больше-больше здесь надо выбрасывать Дмитрию ударов. И снова колено от Никитина. И так повело немножечко Хабибуллина. Промахнулся бэкфистом Никитин. Здесь можно перехватить соперника было, но... Два тяжелых таких ударов в корпус наносит сейчас Никитин. Снова стал заваливаться вот сюда в клинч Дмитрий, и не очень тут он себя хорошо чувствует. Хорошее попадание, надо развивать это. Но бой пошел кость в кость. Да, и так акцент на колено у Евгения Никитина. Сокращает он дистанцию с ударом и старается при первой же возможности... Нельзя, нельзя отдавать так голову, опасно, опасно. Два колена в голову и третья даже. Я думаю, серьезно сделали... ...от Никитина. Такие очень коррективы внесли в углу у Никитина. Попадает снова Евгений, а вот и бэкфист дошел. Вот это опасно. Локтем шел удар, коротковато был. Но оба бойца выступают по правилам еще тайского бокса, и поэтому время от времени могут в сложный момент случайно абсолютно выбросить локоть. Ну вот я вот так сказал, кормит Никитин Хабибуллина этими коленями. И нельзя столько принимать Дмитрию, и надо почаще отвечать. По крайней мере, стараться на каждый удар отвечать. Вот здесь апперкотом достал Хабибуллин, но видно, как Дима подсел уже. Да, да. На пределе возможности... И снова попал сейчас по туловищу, мне кажется, навстречу. Правую руку. Заметьте, насколько плотно держит Дима сейчас правый локоть к туловищу, потому что опасно туда бьет очень часто Никитин, и Женя целится туда, Евгений. Хорошая двойка от Евгения сейчас была. Тум, перекрылся. Но, соответственно, если правая рука ниже, то здесь напрашивается левый боковой от Никитина. Если правая рука ниже у Хабибуллина, да, открыто челеско, по сути. Но здесь перекрылся Никитин, принял на себе удары. Да, все было в бок. И снова-снова начинает бомбить своим левым коленом. Здесь уже, конечно, никакой работе ног лечи быть не может. Мы видим, как устали оба. И оба бойца работают уже на характере, на морального левого. И на руках, но вот колено подключает Никитин еще. Ух, какое колено сейчас пропускает Дима. Очень Диме непросто. Да и Евгению нелегко тоже. Концовка у нас экстра-раунда. Ну вот где Дима был раньше с этой серии? Да. Бой закончен. Бойцы приветствуют друг друга, да. Да, хороший бой, прекрасный поединок. Бой, очень близкий, зрелищный, конкурентный. Ждем судейского решения. Ждем судейского решения абсолютно. Бойцы приветствуют друг друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, поздравляем Евгения Никитина, который одержал очень такую волевую победу в близком поединке. Без сомнения, Дмитрий, уважение. Прекрасный поединок он показал. Ну, надо делать какие-то все равно работы над ошибками, но надо отметить, что растет бой от боя Дмитрий и прибавляет. Но еще есть над чем работать. Безусловно. Итак, все ближе и ближе у нас главные события. Но, дорогие друзья, сейчас программа вечер.